Глава 20. Моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания» Датяна Салмановна Макту, Стайфуде. Жизнь прекрасна и удивительна, а вырождена для великих дел. Создатель смотрит на вас и ждет, когда вы почувствуете свою силу и могущество, и начнете действовать. Глава 20. Позитивное мышление. Учитесь видеть во всем хорошее. Там, где я, всегда все удачно. Учитесь во всем видеть и находить хорошее. Концентрироваться только на положительных моментах. Искать и находить их. Ведь один человек видит только грязь под ногами, проблемы и трудности, а другой – чистое прекрасное небо, солнце, звезды и умеет разглядеть через, казалось бы, трудности и препятствия ростки будущих успехов. Если в своем сознании вы создали наихудший сценарий и ожидаете неприятностей, думаете об этом и волнуетесь, то можете считать, что это уже свершившийся факт. Если же вы настраиваете себя положительно на то, что там, где вы всегда все будет хорошо и удача всегда будет с вами, то так оно и будет. Начните фиксировать и замечать красоту природы, добрые вести и события, хороших людей, искать и пересказывать хорошие новости. Умение ходить, говорить, ездить на велосипеде, автомобиле – все достигается только практикой. Точно так же, чтобы мыслить позитивно, нужна практика, практика и еще раз практика. Поэтому думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красиво, совершайте добрые дела и ваша жизнь преобразится. Скажите «да» изобилию, достатку, любви и всему прекрасному и решительно скажите «нет» всему, что приносит беспокойство, страх, неуверенность всем негативным мыслям. Помните, друзья мои, все, чему мы говорим «да», рано или поздно появляется в вашей жизни в виде событий, ситуаций и жизненного опыта. А то, чему вы сказали «нет», бесследно исчезает. Прежде чем что-то сделать, всегда спрашивайте себя, доставит ли это вам удовольствие, принесет ли радость. Не позволяйте себя эксплуатировать, научитесь говорить «нет», если вас постоянно просят об одолжении, заменить коллегу по работе в выходной, так как у него очень часто возникают неотложенные дела и дома используют вас в качестве бесплатной няни, сиделки или кухарки. То есть вы видите, что окружающие, близкие и далекие пользуются вашей добротой и безотказностью, а вы не можете сказать «нет». Задумайтесь и с поступлением очередной просьбы твердо, уверенно скажите «нет». И вы знаете, что произойдет, вас будут больше ценить и уважать. Владелец крупной фирмы сообщил начальникам отделов о том, что теперь они должны докладывать ему хотя бы об одном хорошем событии, произошедшем за последнюю неделю в их отделе. Сотрудники, мягко говоря, были удивлены и пребывали поначалу в замешательстве, так как такие события оказались на эти труднее, чем они полагали. В основном были трудности, проблемы и жалобы, но приказ есть приказ. Сначала начальники отделов, а затем почти все сотрудники стали целенаправленно думать и выискивать то, что могло бы подпадать под категорию позитива и доброй вести. И на всеобщее удивление вскоре изменилась обстановка и даже психология сотрудников. Вместо того, чтобы сосредоточиться на негативе, они стали все больше концентрироваться и находить позитивного и хорошего. И эти события начали появляться все чаще и чаще, а бизнес стал расти, расширяться и процветать. Это страница 177-я моей книги. Это наглядный пример того, что позитивные мысли наделяют нас огромной силой. Я довольно часто летала на самолетах и побывала уже во многих странах мира. Хочу поделиться с вами двумя случаями, друзья мои, которые произошли со мной. Они очень хорошо показывают, что происходит с человеком, который меняет свой внутренний настрой и обычное мышление на позитивное. Итак, случай первый. Я была в Америке и готовилась к поездке в Санкт-Петербург. А в день перелета с самого утра я пребывала в взволнованном состоянии, проверяла, все ли необходимое взяла с собой. Пыталась успокоиться, но это состояние не проходило. Тревожные мысли не отпускали и лезли в голову сами. То надо, это надо, да как все сложится. Ну вот, чемоданы в машине, впереди поездка в Нью-Йоркский аэропорт. И все те же, и все тоже взволнованное состояние. Все ли будет удачно? Ведь предстоит дальний перелет почти сутки. Как будет с таможней, с чемоданами, которых у меня всегда много. Проезжаю в аэропорт, подхожу на регистрацию рейса, ставлю чемоданы на весы, перевес. Оказывается, и с доплатой никак нельзя провести даже двух лишних килограммов веса в одном чемодане. Строгая американка говорит, что мне нужно купить еще одну сумку, переложить в нее вещи и заплатить за дополнительный багаж. И все это надо было сделать быстро, прихватив свой багаж, а это были чемоданы по 35 килограмм. Сказано, сделано. Сумка куплена, перекладываю в нее часть вещей и возвращаюсь на регистрацию. Мое напряжение растер, нервы на пределе. Время идет, скоро объявят посадку, а у меня еще впереди таможня, которая занимает очень много времени. Туфли сними, часы, ремни, все, что звенит, положи отдельно, пока все проверят и ходят много времени. Приезжаю в Санкт-Петербург, прошла таможню, жду свой багаж. А прилетела только та сумка, в которой несколько вещей. Остальные остались в Лондоне. Мы привезем вам их завтра. Вы не волнуйтесь. Говорят мне, хорошо, думаю, завтра, так завтра. Утром раздается телефонный звонок. Привезли вещи. Привезти вещи мы не можем. Приезжайте сами, так как их надо растаможить и доплатить за переезд. Позвольте, говорю я, я уже заплатила за все британским авиалиниям и в аэропорт ехать в неближний свет, ждать, получать, а потом ехать обратно. Нам все равно, отвечают мне, это российская таможня. У нас свои правила. Пришлось ехать, забирать свои чемоданы, самой, правда, за перевеса платить не пришлось. Вот так. Случай второй. Полет также из Нью-Йорка. Собираюсь, готовлюсь к поездке, но уже совершенно в другом, с другим настроем, с внутренней установкой. Там, где я, всегда все хорошо, а жизнь прекрасна и удивительна. Волнение, да, присутствует, но оно уже совсем другое, положительные мысли, совсем другие, никаких тревог и опасений. Думаю и планирую, что предстоит сделать. Я легко собираюсь в дорогу. Еду в аэропорт. Вдруг образовалась пробка, и, казалось бы, сама исчезла. А сама исчезнуть она не может, ведь это траста. Но на удивление она быстро исчезает, и нам путь открыт. На регистрации билетов все проходит великолепно. Полет отличный, всем чемоданы получены, в лучшем виде. И даже бонус. В самолете комфорт по высшему классу. Чудеса, да и только. Две, казалось бы, одинаковые ситуации, мелочи жизни. А настрой разный, и все меняется. Вот вам и позитивное мышление, дорогие мои. И что невероятно радует, абсолютная и чистая правда. Субтитры создавал DimaTorzok